Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы отправляемся выполнять задания гильдии воров в игре Моруинд. В прошлой серии мы завершили выполнение всех заданий от мелких чинов гильдии воров, выполнили все задания Хелит, и остались задания от джентльмена Джима Стэйси, который является главой гильдии воров. И, как я понял, его задания будут направлены на противостояние либо с Камона Тонг, либо с гильдией бойцов, который сотрудничает с Камона Тонг. И теперь у меня возникают небольшие сомнения, вдруг выполнение заданий гильдии воров повлияет на задания гильдии бойцов. То есть, например, выполнив какие-то задания, я не смогу выполнить другие уже за гильдию бойцов. Но, надеюсь, такого не случится. Здравствуй, Джим. Есть какая-нибудь работенка для меня? Судя по тому, что тебе сказал Перциус Мерциус, Хрунди, возможно, присоединится к нам и предаст своих начальников гильдии бойцов. Если это не сработает, мы должны надавить на женщину Хрунди. Что за женщина Хрунди? Как сказал Перциус Мерциус, у Хрунди есть возлюбленная Тонмер. Если вы выясните, кто она такая, и сможете убедить Хрунди присоединиться к нам, Хрунди вы найдете в гильдии бойцов с Адритмором. Расспросите у жителей, выясните все, что сможете. Ну, вот так вот давить на женщину, человека, которого ты должен, ну, заставить что-то сделать, это прям совсем последнее дело. Мне кажется, я смогу его убедить или как-то иначе уговорить присоединиться о гильдии воров. Так, а вообще, есть ли другие рычаги на него? Поговорите с Хрунди. Если вы сможете уговорить его, присоединиться к нам, вам не придется искать женщину Хрунди. Но я уверен, что я смогу это сделать, потому что пару взяток или просто убедить его. Так, у меня здесь есть пометка, чтобы можно было быстро вернуться. Да, пометка есть, поэтому направляемся в гильдию магов. Она находится на Плазе, на самом высоком этаже, а из нее уже телепортируемся в саму Адритмору. Также в гильдии воров есть какие-то задания от Бал Молагмара или как-то вроде того называются. И эти задания я планирую выполнять отдельно. То есть я не буду смешивать задания гильдии воров и Бал Молагмар. А, наверное, еще одну серию запишем. И там будут именно эти задания. Я надеюсь, по крайней мере, они не выглядят так, как задания с артефактами Сангвинов Маурантон. Что мне нужно будет по всему Моровинду бегать, скакать и искать, где тот или иной артефакт находится. Но это просто мое предположение. Надеюсь, что это будет что-то вроде... Там есть какой-нибудь драгоценный камень, нужно проникнуть и украсть. Там есть что-то ценное, тоже нужно проникнуть и украсть. То есть, чтобы было по специфике гильдии воров, они лазят по всему Мору, виндущие непонятно у кого предметы. Кстати, можно было также зайти в Мурантонг и отдать им дополнительные пояса Сангвина и другие артефакты, которые я нашел. Но ладно. В следующий раз когда-нибудь, а сейчас в Садритморо... Там путешествие Садритмора. Так, а где там находится гильдия бойцов-то? Под гильдию магов я понял, потому что я сюда часто телепортируюсь. И были задания между гильдией воров, гильдией магов, а вот и гильдия бойцов, где находится. Я мимо имперского святилища прохожу. Так, давайте посмотрим по карте, чтобы не блуждать лишний раз. Волваренхолл, гильдия бойцов. Она должна быть вот здесь где-то. Дверка должна быть. Наверное, на верхнем этаже. Давайте поднимемся. Так, это гильдия магов. Поднимаемся выше. Это просто Волваренхолл. Поднимаемся еще выше. Это просто Волваренхолл, лестница наружу. Так, хороший вопрос. Где я должен что-то оказаться? Так, но в гильдии магов точно не будет. Вниз. А если на этом уровне? Куда я? Имперское святилище. Просто Волваренхолл. Допустим, я в него выйду. Но я выйду снаружи вроде. Давай загружайся. Ты чего? Да, я выхожу снаружи. Отсюда можно зайти в гильдию бойцов? Имперское святилище? Да. А, то есть где-то с какой стороны? Использую кайрю левитацию. Так будет, по-моему, гораздо проще. Не удалось заклинание. Сейчас. Все удастся. Так, а где-то вот здесь есть уход в гильдию бойцов. Повыше подлететь. Имперское святилище. А гильдия бойцов ниже? Да. Ладно, спускаемся. Или она вообще на первом этаже находится? Хм. Вот я должен смотреть прямо сюда, на эту дверь гильдии. Здесь я не вижу ничего. Имперское святилище. Хорошо, летим вверх. Этот люк в гильдию бойцов будет везти? Нет, это просто Волверен Холл. Я чего-то не понимаю прям совсем. А вот дверь еще. Нет, это тоже просто Волверен Холл. На карте есть дверь в гильдию бойцов. Почему ее в реальности нет? Не понимаю. Ладно, заходим в имперское святилище. Смотрим, здесь есть путь в Волверен Холл и собственно больше никуда. Тут скрытых дверей нету? Нету. Заходим в Волверен Холл. Здесь обратно выйти наружу, как понимаю. Можно спуститься вниз. Если спускаемся вниз, можно спуститься еще вниз. Допустим, на гильдии бойцов. Как я мимо нее проходил? Так, и нужно поговорить с Хрунди. Хрунди это, скорее всего, Норд. Мне нравится то, что я вижу. Ты приносишь удачу. Добро пожаловать. Ты бы заболтился о ловчем корпусе в лавке Берла? Ну, наверное. Я слышал, что тобой был убит ловчий корпус, Офтельмора. Хорошая работа, меченосец. Вот и твои 500 септимов. Ну, видимо, ранее мы заходили и убили этого ловчего корпуса. А вот задание я сдать забыл. Хорошо, Хрунди. Кстати, у тебя превосходные отношения со мной. Может, ты присоединишься к гильдии воров там? Помочь против... Комуна Тонг. Где этот диалог? Вы смеете говорить со мной подобно, Тома? Оставьте меня! Но, скорее всего, его женщина будет вот эта сонди и рать. Я больше, чем увижу. Так, а как с тобой поговорить нормально? Приказы, требования вступить в гильдию бойцов. Присоединиться к нам. Хорошо, Мюрлина Литандас. Вы убедили меня. Но Жорингу известно, кто моя любимая. Если кто-то заподозрит, он заберет ее у меня. Я соглашусь, но вы должны немедленно убрать Жоринга. Ради нее и ради нас. Вот опять же, мне кажется, этого Жоринга я рано или поздно должен буду, скорее всего, убить. И это никак не повлияет на задание гильдии бойцов. Вот в чем проблема. Кстати, у тебя есть еще какая-нибудь работа? Повышение приказа. Новый дольтан нанял нас помочь ему разобраться с проблемами шахти Дисапла. Я вроде был в этой шахте. Похоже, все благополучно, Мюрлина Литандас. Вот ваша доля в сделке. Великолепно. А, есть и еще работенка, которую я уже до этого выполнил каким-то образом. У магазина Бэрвен торговки в Тельморе бродит какое-то животное. 200 септимов получит тот, кто позаботится о ловчем корпуса. А вот так же заказ на убийство преступника, которого можно найти им подалеку. Еще 200 септимов тому, кто совершит правосудие над Реллсантенимом. А, это кто? Что ж, если вы уже разобрались с Реллсантенимом, вы заслужили 200 септимов. Просто великолепно, я выполняю задания, даже не зная о них. А с ловчем корпуса я тоже разобрался. Я бы заботился, чтобы другие такие работы шли в твою сторону. Есть еще приказы. Мне нужен человек, который доставит партию суджамы в пещеры Доринай. Рабочие в шахте Ада жалуются, что у них подошел к концу запас суджамы. А за снабжение имперских шахт Варденфелли отвечает. Именно на гильдии бойцов. Ты должен доставить этот грудь суджамы на Лакару, в пещерах Дунирай, к юго-востоку от призрачных урад. Между Фаяда Эссанудан и Фаяда Ашурдан. Так, и 20 суджам, а суджамы тяжелые? У меня как бы перегруза не было. Хотя с моей силой проблем нет. Итак, Хрунди присоединяется, поэтому возвращаемся к Джиму Стэйси. И расскажем ему хорошие новости. Что там насчет Хрунди? Присоединится ли он к нашему делу? Да он присоединится, но я не нашел его женщину и не хочу искать. Хотя с другой стороны это было полезно знать, потому что вдруг Джоринка решит что-то сделать, а мы могли бы ее укрыть, например, в лагере гильдии воров, в убежище. Ну ладно, он присоединился. Вы уговорили его посоединиться? Хорошо, мы делаем успехи, Мюринальд Тандас. Есть еще работенка. Поговорим, когда станешь матерным. Ну хорошо, повысь меня тогда уж. Поздравляю, Мюринальд Тандас. Первое, Мюринальд Тандас матерый. А теперь есть у меня работенка? Навилу Рониса и Юниты, лучший исполнитель коммунатонок. И что, мне их устранить нужно? Навилу Рониса и Юниты можно найти на плантацию Драна. Коммунатону будет угрожать гильдиворов, пока их лучшие исполнители живы. Убей их и сообщи мне об этом. Плантация Драна там, где Орвас Дран живет. Я помню это. Ее нетрудно найти. И она не прячется. Но она хорошо охраняется, и они не очень добры с нарушителем границ. Я отмечу ее, положу не на ту икороти. Так, ну понятно. А следующий ранг в гильдии у меня какой должен быть? Гильдия воров. А следующий ранг Мастер Дела. Возможно, Мастер Дела это что-то вроде Гранд Мастера. Ладно, отправляемся на эту плантацию. Так же это не займет много... Хотя нет. Это займет время, потому что мне нужно тогда будет попасть в Балмора. Из Балморы добраться до Дрена. Хотя отсюда можно добежать. Что выдумывать? Так, пробежимся. И кроме того, я еще между усериями прочитал, что такое эффект уязвимости к магии. Так вот, он не влияет на урон от элементального повреждения. То есть, например, если заклинание наносит урон огнем, молнией, холодом, уязвимость к магии на это не распространяется. Это как-то, на мой взгляд, странно, глупо, но действительно это так работает. То есть, получается, это будет плеть только на всякие понижения здоровья, выпить здоровье и тому подобные эффекты. Возможно, на яд. Хотя для яда есть отдельная своя уязвимость. Поэтому я создал в тот раз весьма бесполезненькое заклинание. Поэтому я сейчас иду в гильдию магов. И здесь попробую найти уязвимость к огню и создать снова заклинание. Так, это зачарование. Вот как не надо зачаровать или на каждом шагу. Заклинание. Огненный шар. Огненный удар. Вот, уязвимость к огню. Замечательно. Так, раз. Теперь создать заклинание 2. Уязвимость к огню будем ставить на 100%. Да, на цель. Даленая цель. Чтобы удвоить повреждения от огня, которые будут наноситься. Хотя, я не знаю, может выгоднее даже еще больше увеличивать уязвимость к огню. А силу заклинания удара огнем уменьшать. Я пытаюсь набрать сейчас ровно 100. Игра не хочет давать мне эту возможность. Даленая цель. Вот, 100. Отлично. Здесь также до 100. А еще и длительность. Но длительность давайте... Ух ты, как жрет. Как жрет шансы на успех длительность? Давайте двоечку, что ли, поставим. А теперь удар огня. Удар огня будет... Рандомно мощный. От 0 до 200, что ли, я составил в прошлый раз. А на максимальное это сколько? 44% от 0 до 500. Это на касание. А мне нужна удаленная цель. Минус 1%. Ну, замечательно. Так, 200. Да, это уже 55%. Но можно попробовать походить с этим заклинанием. И прокачивать себе навык разрушения. Потому что с оружием ходить и всех убивать становится как-то слишком просто. Давайте хотя бы начально догоним шанс до 50. Пусть будет. 26. Вот, 24, 201. Окей. И снова называю его Игони. Русский язык включен? Нет. Игони. Купить. Отлично. А предыдущее заклинание я, соответственно, удаляю. Потому что оно мне не нужно. Так, это правильное заклинание, а вот это неправильное. Аж до 250 урон был. Ну, ладно. Удаляем. И теперь идем на плантацию Дрэна. Надеюсь, по пути я встречу кого-нибудь, кого могу ударить этим заклинанием. А теперь шанс у меня 63. Чего? То есть, когда я создавал это заклинание, шанс был ниже на 13%. Почему? Странно. Ну да ладно. В любом случае, можно будет со временем, как разрушение улучшим, создать еще более мощное заклинание. Вот сейчас сколько у меня разрушения. Всего лишь 57. И я просто дезинтегрирующие заклинание создаю. Вам. Они много повреждений получили. И можно этих данмеров попробовать спалить как раз заклинанием Игни. Почему им? А просто потому, чтобы проверить, как будет работать сопротивление против уязвимости. То есть, чисто технически у данмеров есть сопротивляемость огню, по-моему, 75%. А мы здесь даем уязвимость 100. То есть, она должна побороться с сопротивлением однозначно. Молик. И вот думаю, может разумнее было бы взять другой тип урона. То есть, не огнем, а там, например, молнией или холодом. А я здесь не вылезу. Потому что от огня у тех же данмеров есть сопротивление. Я думаю, огонь это как бы самый распространенный источник урона элементального. И у множества существ будет сопротивление. Но это на мой взгляд. А так как на самом деле является это неизвестным. Так, мы на плантации Дрена. Где находятся эти Янимы? Возможно, у них будет свой домик. Давайте посмотрим. Лачуха Довиса. Хранилище. Хельви Лачуга. Верите, Драрол. Драрол. Ретан. Хлевала. Плантация Дрена. Башня. Дом погрузки. Вилла Дрена. Остарошка. Так, они, значит, либо в каком-то домике сидят, либо охранники на улице. Вроде уличных охранников я здесь всех побеждал ради вещей. Ценных вещей. Ладно, начинаем осматривать маленькие домики, чтобы долго не искать. Мое терпение не безгранично. Мое терпение тоже я могу применить заклинание на тебе. Я хочу очень протестировать это заклинание, как оно будет работать. Так, Верите и Драрол. Так, Ирвоза Веретти. Ты тоже мне не подходишь. Идемте дальше. Хранилище. Нет. Здесь. Рытан. Мне кажется, будут в главном здании они сидеть. Или хотя бы в доме погрузки. Не знаю, может они там грузчиками работают. Вы льстите мне. Да, я льщу. Вот бы вы подсказали, где они сидят. Было бы замечательно. Ладно, идемте в самый ближайший дом. Крупный. Старожка. Старожки в прошлый раз я вот здесь вот добывал свой меч. Старожки больше никого нет. А я вот не помню, а как звали тех, кого я здесь как бы победил ради моего оружия. Может я мог бы снова с Джимом и Стейси поговорить и окажется, что я... Ты кто? Арвел Рытул. Что я уже заранее выполнил задание? Ну посмотрим. К Вилла Дрена. Вилла Дрена, Вилла Дрена. На меня вот этот парень нападает. А, как раз. Навил Енит. Здорово. Мне ж тебя нужно убить. Да, Навил и Ранесса Енит. Он дерется. Ну давайте тоже с ним подеремся. Практически с одного каста заклинаний он уничтожен. Отлично. Навил, что у тебя есть цену? Я вижу дикий кинжал, гадюк. 1400, точнее 4100. Замечательно. Спускаемся вниз. Опять же, здесь срабатывает в очередной раз ловушка. Возможно, на многозарядной. И вот Таранис Енит. Он тоже дерется. Так, а вот меня парализовали. Это, во-первых, плохо. Во-вторых, нужно отойти подальше, чтобы эту драку никто больше не видел. Так. Я промахну. А, нет, не удалось просто заклинание. Давайте тогда выпьем зелье. А он мне жрет выносливость. Вот у него какой кинжальчик. Понято. Пьем зелье. Фульк. Магия начинает регенерировать. Не знаю, может ему нравится смотреть в шкаф, что он там застрял. Заклинание вновь не удалось. А, теперь нам не паралич. Да нет, у меня прочный доспех. Ты его никогда не пробьешь своим кинжальчиком. Я пока все парализую. А вот теперь заклинание удалось. Просто испепеляет. А ранее съенит. А у тебя два кинжала. По шесть с половиной тысяч. Великолепно. И теперь можно отчитаться Джейму Стейси. Но давайте для начала посмотрим, а что здесь можно упереть. Я бы согласился сейчас что-нибудь... О, восстановить здоровье. Пробочник. Хорошо. Найти эффект, который восстанавливает ману. Потому что мне восстанавливать очень много маны нужно, если я планирую делать то, что я планирую. А именно побеждать врагов с помощью заклинания игри. Две тысячи. Отлично. Изящный амулет тоже заберу. Мало ли потребуется зачаровать. А вот остальное... Вычурный пояс? Нет. Штаны тоже не понадобятся. Сундук 95. Отлично. Восемь тысяч. Великолепно. Пепельная статуя. А случайно Коммуна Тонах не будет сотрудничать с шестым домом? Вот в чем вопрос. Кроме того, у меня огромный вопрос к этим братьям. Так как они находились оба в этой комнате, в одной из предыдущих серий я просто сюда проник. И тот брат, который погиб на улице, точнее не на улице, а вот здесь, в доме, Навил, он также вышел из этой комнаты. Так вот, к чему я веду? Братьев два, кровать одна. Это очень странно. Еще один сундучок сломываем. Великие камни душ, а записка Дрена. Рейнис и Навил. Вы верно служили мне все эти годы. Мой брат пытается положить конец нашему делу. В последнее время мы теряем около половины всех грузов. Герцог должен... А герцог может мне и брат. Если он продолжит мешаться в мои дела, боюсь, его придется убить. Следующим по линии наследства буду я. Полагаю, мне удастся прийти к власти раньше, чем эллидоранцы выставят кандидата. Я говорю вам все это, чтобы вы осознали возможный риск. Если вы откажетесь, я должен буду взять с вас слово, что вы никому не скажете о нашем деле. Если вы останетесь со мной, я вас награжу. Д. А вот это, наверное, можно показать герцогу, и что тогда случится. А тогда, наверное, случится то, что его посадят в тюрьму или убьют. И, соответственно, мы выполним последнее задание коммунатонг. Какой коммунатонг? Гильдии воров по противостоянию коммунатонг. То есть, Орвас Дрен является вроде как главой коммунатонг. И, соответственно, лишив головы, мы уничтожим эту организацию. Так, пора выбираться. Хотя зачем выбираться, я использую вас, Рат. Это мне очень приятно. Вам что-нибудь нужно? Привет, Джим. Да, мне удалось избавиться от братьев-енитов. Итак, Н.В.Л.Р.Н.И.С.И.Н.И.Т.Мертвы. Хорошая работа, Мирлин и Тандас. Их смерть наряду с улучшенной защитой замков не даст коммунатонг проникнуть на штыл. Однако гильдия бойцов все еще являются проблемой. О, я нашел кольцо, которое вам может понравиться. Кольцо теневого облика. А в дневнике джентльмен Джим Стэйси поблагодарил меня за убийство лучших быков коммунатонг. Вот зря убивают быков. Будут править рынком медведей и будет та же проблема, что и сейчас все падает. Бедный биткоин. Итак, что у меня? У меня нет выносливости совершенно. При этом показатель моего здоровья не изменяется. Мне вот интересно, а на что это еще повлияет? На мою выносливость. Запоминаем. 340, 392. Восстановим статы сейчас. Восстановим. Да. То есть это значительно влияет на мою выносливость. Но при этом на текущее здоровье абсолютно никак не влияет, только при повышении уровня. Но я бы счел, что это неправильно. То есть если уничтожается выносливость, то здоровье должно уменьшаться. Ладно. Это явно что-то личное. Я не знаю, что именно, но даже без прикрытия коммунатонок, он уже планирует атаковать все здания нашей гильдии. Так, мне нужно убить лидера гильдии бойцов, находясь в гильдии бойцов. Так, вот сейчас я возьму паузу и посмотрю в интернете. Это не повлияет на выполнение заданий гильдии бойцов или же повлияет, потому что это очень серьезный шаг. Итак, я загуглил информацию по поводу жоринга и могу сказать следующее. То есть здесь получается как бы взаимоисключающие задания между собой. Но, если честно, вот мне ближе к гильдии все же воров, чем гильдия бойцов, поэтому я решусь на этот шаг. В общем, сразу я проспойлерю, потому что мне не удастся выполнить задание жоринга, так как он уже будет мертв от моей руки. Так вот, у него доступно 3 или 4 задания по убийству членов гильдии воров. То есть, как понимаю, нужно будет убить Хабаси, Айнгота Ювелира, Большую Хелет и, собственно, Джима Стейси. И, соответственно, есть задание убить самого Джоринга. Поэтому я решаю убить самого Джоринга. И вот как-то так. Я надеюсь, меня, если и выкинут из гильдии бойцов, то потом, например, за компенсацию, за штраф вернут. Гильдия бойцов. Так, а где он будет здесь сидеть? Здорово, Рейк. Так, Джоринг. Сундучок, что-нибудь тут есть? Остановление здоровья, запас сил. Нет, ничего ценного для меня на текущий момент нет. Так, кто внизу? Баурин. Опять же, я вернулся к Рейку. Я не понял, как я сделаю круговорот в природе. Так, замок. Это орк, явно не Шоринг. Так, здесь я опять же вернусь к Рейку. Да. Так, а как дальше-то пройти? Если я повернусь сюда, я спускаюсь, да и иду дальше. Лурбомол мне выдавал задания, которые не нравились в предыдущем главе гильдии, а вот, собственно, и Шоринг. Да, я тебя сейчас унижу. Дай только я дверь закрою и отдельно сохранюсь. Я буду тебя полностью унижать и полностью ломать. Здравствуй, Шоринг. Вы хотите получить распоряжение, меченосец, или что-то другое? А что за распоряжение? До тех пор, пока ты не заслужишь высокий ранг, ты будешь получать задания от подконтрольного мне победителя. Лурбомола Груалага. Вот так? А, например, я с тобой могу поговорить про Урвасадрен? Он силен и свородлив. С его помощью гильдия бойцов сможет выжить здесь, в Варденфелле. А что за беспорядки? Все родили были. Урвасадрен Тим никогда не был сильным императором. А теперь он умирает от старости и болезни. Трусливая смерть. Они говорят, все решения принимает Аката. Говорят, что наследники Урвасадрен на самом деле доедра. Или в оборотни выращений и гаром тарном. Говорят, император заслал легионы, чтобы попытаться защитить себя. Некоторые из генералов одним глазом смотрят на императора, а другим на трон. В такое время могут выжить только имперские гильдии с сильными союзниками. Ну что ж, я тебе дал возможность что-то высказаться, но ты, видимо, не захочешь слушать мои слова-предложения, поэтому... Игони... Тебя обставили! Да ладно, ты выдержал это. И он застрял в двери. Я возьму... Я хотел сказать, я возьму Дайкатану, чтобы заточить его душу в камне душ, но такое не удастся. Так вот, зачем ты дверь открыл? Я не хочу, чтобы никто видел происходящее. Поэтому дверь закрываем. Попробуй меня ранить. На сколько ты удалил? На 9 единиц? Давай еще раз. На 7? Давай еще раз попробуй. 20 единиц? Ты как-то слабо бьешь, совсем уж слабо. У меня защита всего лишь 166. Он меня даже толком ранить не может. Ты называешь себя главой гильдии бойцов? Ты умеешь только дверь открывать? Ты скорее дворецкий, чем глава. Ну давай еще раз. Удаль. Это разве удар? Вот удар магии. Так, а теперь стоит проверить, меня изгнали из гильдии бойцов или нет. Гильдия бойцов? А то есть я убил гильдмастера гильдии бойцов и меня сохранили в должности? Великолепно. Приданная призрака. Так, возьмем, когда-нибудь почитаем. Что у него есть еще цены? Сундучок отпираем. 25 монет. Окей. Маловато как-то у него денег. В коммунатонг я встречал по несколько тысяч в сундуках. Тем более они не были лидерами гильдии. А у него вот, если еще сундучок, что есть? Нагрудник огня. Всего лишь. Он какой-то слабенький, да и сам был. Оружие у него стальной боевой молотковки. Влечет дробящее оружие на себя. И в остальном одет очень-очень просто. Ладно, возвращаемся к Джиму Стейси. Привет, друг, вам что-нибудь нужно? Жоринг жестокосердечно еще жив. Нет, я его сжег. И то, Жоринг жестокосердечно мертв. Кого бы ни были его личные мотивы, он больше не будет тревожить нашу гильдию. Оставшиеся лидеры гильдии бойцов больше симпатизируют нам. Поскольку вы спасли гильдию воров Ворденфола, думаю, вы это заслуживаете. Это ключ скелета. Лучшая отмычка из всех, когда-либо созданных. Она мне подвернулась в Хаммерфоле. Используйте ее разумно. Теперь у меня для вас есть новая работа. Какая? На самом деле, это последнее задание, которое я тебе даю. Позабося от гильдии. Ты вершил великие дела, Мернил Тандас. Теперь ты здесь, и я вполне могу позволить себе небольшой отпуск. Возможно, съезжу в Хаммерфол на вашу семью. От моего возвращения гильдия находится под твоим началом. Можешь жить в этой комнате, если хочешь. Он таранов приглянет. Приглядит за ней. Тое отсутствие. А задание-то какое? Или стоп-стоп, я не смогу балморагмер выполнить. Так, подождите-ка. Что теперь хочешь, Мастер Дил? Подождите-ка. Это очень хорошо нужно подождать. Да, я Жоринга не убивал. Давайте перезапишем. Вот это захоронение. И я хочу посмотреть, например, если я выйду отсюда, не случится ли такое, что он исчезнет, и я задание балморагмера не смогу выполнить. Вот это очень важный момент, просто потому что это будет очень печально. Следовательно, смерть Жоринга мы сейчас засвидетельствовали, но ее отложим до выполнения всех заданий балморагмера. Если же он будет сидеть на месте, вот я сейчас даже использую вмешательство в Альмсиви, чтобы телепортироваться подальше. А затем использую пометку, точнее возврат, чтобы вернуться в ту же локацию. Итак, возврат от Джейм Стэйси будет на месте. Вам что-нибудь нужно? Да, он на месте. Я просто очень был напряжен и испуган тем, что может он исчезнуть, и, соответственно, задание не выполнится. Так, гильдия воров, мастер дела. Все, что хотел, в принципе, выполнил. Если это моя комната, я могу, например, заглянуть? Я не могу заглянуть в свой сундук в своей комнате. Что за дела, Джим? Джим, это неправильно. Поэтому я считаю, что имею полное основание одеть кольцо. Какое кольцо? Кольцо невидимости. И посмотреть, что в моем сундуке, в моей комнате находится. Думаю, ты не будешь возражать. Надеюсь, по крайней мере. Так, и скелетный ключ он мне дал. Это отмычка, вот, Ноктюрнал. То есть, как понимаю, Ноктюрнал больше здесь не встретим. А где он? Вот он. Нет, это личный ключ Археканоника. Так, подмастерье, мастер, 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 ганнмастер. А вот, ключ скелета. Всего лишь 50 зарядов и качество 5.0. А я думал, эта штука не ломается. А так это даже очень ломается. Узлом удался. Я сейчас снова одену кольцо невидимости, чтобы, как я запустил руки в сундук, меня никто не видел. Я схлопотал ловушку. Хорошо. Пробую еще раз залезть в сундук. Я залез в сундук, и здесь всего лишь 70 монет. Только не боюсь с тобой, Орлоришка. Это мой сундук. Ты в курсе об этом? Нет, он не в курсе. Он сказал, живи здесь. Но в сундук, видимо, нельзя лазить. Ладно. И за 70 монет я не буду портить ни с кем здесь отношения. Но это довольно-таки глупо получается. Мне нравится то, что я вижу. Да, очень нравится, что готовы напасть на меня за 70 монет. Воровской чести. Вот это можно... Что я сделал. Это мне очень приятно. А я использовал еще раз возврат. Так вот. Сколько времени прошло? Минут где-то 50-40. Но давайте тогда остановимся на этом, так как задания также были все выполнены. А в следующей серии уже будем балмолагмерить. Правильно я называю это с лоджием? Да, балмолагмер. Будем балмолагмерить. А на сегодня спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok